Кац спускался по Чорч-стрит к станции скоростного поезда, окружённой привычным облаком раскаяния, которое всегда накрывало его после интервью. Его беспокоила несобственная грубость, грубить было его профессией. Его беспокоило, что он мог звучать жалко, никому не нужный талант, способный лишь поносить более успешных коллег. Он вновь продемонстрировал, кем, к сожалению, является на самом деле, и этот человек был ему отвратителен. А отвращение к самому себе — одно из простейших определений депрессии. Вернувшись в Джерси-Сити, он заглянул в греческую забегаловку, где ужинал три-четыре раза в неделю, и вынес оттуда вонючий пакет, набитый низкосортным мясом и питой. За последние два с половиной года он так мало времени проводил в своей квартире, что та словно настроилась против него, не желая больше быть его домом. Немножко кокаина помогло бы делу и придало бы квартире дружелюбный лоск, но всего на несколько часов, максимум дней, а затем все стало бы еще хуже. Единственной комнатой, которая ему по-прежнему хоть как-то нравилась, оставалась кухня, чье яростное флюоресцентное освещение вполне подходило его настроению. Он присел за старый эмалевый столик, чтобы отвлечься от вкуса съеденного ужина чтением Томаса Бенхарда, его нового любимого писателя. За его спиной, на барной стойке, заваленной немытой посудой, зазвонил телефон. Уолтер Берглунд гласил определитель номера. «Вот те раз, Уолтер», — ошеломленно сказал Кац, — «и чего это тебе от меня понадобилось?» Вопреки всему, его подмывало взять трубку. Недавно он обнаружил, что скучает по Уолтеру, но в последний момент ему пришло в голову, что это может быть Патти. История с Молли Тремейн научила его, что не следует пытаться спасти утопающую, пока сам не решишься утопиться. Поэтому он наблюдал с пирса, как Патти барахтается в воде и взывает о помощи. Что бы там она ни чувствовала, он не хотел об этом знать. Преимуществом бесконечных гастролей в поддержку безымянного озера, под конец он мог во время концертов размышлять о чем-то своем, подсчитывать гонорары, думать о наркотиках и сожалеть о том, что он наговорил в последнем интервью, не нарушая ритма и не пропуская ни единого аккорда. Было то, что слова песен утратили всякое значение и перестали вгонять его в ту тоску по Молли, по Патти, которую он испытывал, когда писал их. Он даже думал, что гастроли изгнали тоску и из него самого. Но поднимать трубку звонящего телефона не собирался. Автоответчик, впрочем, он проверил. «Ричард, это Уолтер, Уолтер Бергланд. Может, ты этого не услышишь, ты, наверное, даже не в Америке, но я подумал, может, ты будешь в городе завтра? Я еду в Нью-Йорк по делам и хотел бы кое-что с тобой обсудить. «Прости, что звоню в последний момент. Просто хотел узнать, как ты. Патти тоже передает привет. Надеюсь, у тебя все в порядке». Чтобы удалить сообщение, нажмите клавишу «3». Кац уже два года не говорил с Уолтером. Когда пауза в их общении очевидно затянулась, он решил, что Патти то ли по глупости, то ли в минуту раскаяния поведала мужу о произошедшем на Безымянном озере. Феминистические наклонности Уолтера и извращенные двойные стандарты заставили бы его вскоре простить Патти и возложить на Каца всю вину за предательство. Это, конечно, было забавно. В остальном неустрашимый Кац по-прежнему побаивался Уолтера и преклонялся перед ним. Отказав Патти, пожертвовав собственным удовольствием и жестоко разочаровав ее, чтобы сохранить их брак, Кац мгновенно вознесся на Уолтеровский уровень совершенства. Но все, что он получил взамен — зависть к другу за бездумное обладание собственной женой. Он уговаривал себя, что, оборвав все контакты с Берглундами, сделает им одолжение, но втайне боялся услышать, что у них все хорошо и спокойно. Кац не мог сформулировать, что Уолтер значит для него. Привязанность его была так сильна во многом потому, что возникла в крайне восприимчивом подростковом возрасте, когда личность еще до конца не сформировалась. Уолтер просочился в его жизнь прежде, чем Ричард захлопнул дверь, ведущую в мир обычных людей, и связал свою судьбу с лузерами и отщепенцами. Уолтер, конечно, и сам был необычным, безнадежно наивный и в то же время проницательный, упрямый и эрудированный человек. Все усложнилось с появлением Патти, которая была еще необычнее Уолтера, хотя и пыталась в течение долгого времени доказать обратное. А потом усложнилось еще сильнее, когда Кац понял, что привязан к Патти не меньше, чем Уолтер, а к Уолтеру гораздо сильнее, чем Патти. Это было странно. Встреча после долгой разлуки с Уолтером согревала сердце Кацца сильнее, чем встреча с кем-либо еще. В этом чувстве было не больше сексуальности, чем в стояке, который появлялся при первом долгожданном вдохе кокаина или когда внезапно сходился пасьянс на компьютере. Но определенная химия в этом все же присутствовала. Это чувство определенно настаивало на том, чтобы называться любовью. Кацца радовался, видя, что семья Берглундов растет, радовался тому, что знает их, радовался тому, что где-то там, на Среднем Западе, они живут своей славной жизнью, и к ним можно заехать, если у него самого все идет не совсем славно. А потом он все разрушил, позволив себе провести ночь в летнем домике с бывшей баскетболисткой, знающей толк в узких тропках возможностей. В одну ночь теплый мирок, бывший его убежищем, провалился в горячий и жадный микрокосм вагины Патти. Он до сих пор не мог поверить, что период доступа туда был так скоротечно краток. Патти тоже передает привет. «Нахрен», — сказал Кац, поедая гирос. «Греческая разновидность шаурмы, мясо с овощами завернутое в питу». Но стоило на смену голоду прийти к глубокому желудочному недовольству способами его удовлетворения, он перезвонил Уолтеру. К счастью, тот сам взял трубку. «Ну что?» — спросил Кац. «А ты что?» — парировал Уолтер с тошнотворным дружелюбием. «Скачешь туда-сюда?» «Ага, электрическое тело пою. Лихие времена». «Все танцуешь?» «Точно. По камере окружной тюрьмы в Майами-Дейт». «Да, я читал. А что ты забыл во Флориде?» «Телку из Южной Америки. Принял ее за человека». «Да, я и подумал, что это все из-за репутации. Чтобы ее поддерживать, приходится идти на крайности. Помню, мы говорили об этом». «Но мне уже, к счастью, не приходится об этом думать. Я соскочил». «В смысле?» «Снова строю террасы». «Террасы? Шутишь? Что за бред? Ты же должен громить гостиничные номера и писать свой самый мерзкий хит». «Я устал. Занимаюсь достойным трудом». «Но ты же зря тратишь свое время». «Следи за языком. Я могу и обидеться». «Правда, Ричард. Ты же талантище. Нельзя же все бросать только из-за того, что людям случайно понравился один из твоих альбомов». «Талантище. Типа как монстр в крестиках-ноликах. Мы вообще-то о поп-музыке говорим». «Ага», — сказал Уолтер. «Не то я ожидал услышать. Думал, что ты пишешь новый альбом и готовишься к очередным гастролям. Знал бы, что ты строишь террасы, позвонил бы раньше. Не хотел тебя беспокоить». «Да ладно. Какое там беспокоить?» «Ну, ты же не звонил. Я думал, ты занят». «Мя кульпа. Моя вина. Латынь». «Как вы там поживаете? Все в порядке?» «Ну, более-менее. Но ты же знаешь, что мы переехали в Вашингтон». Кат закрыл глаза и подхлестнул свои нейроны, чтобы те выдали ему соответствующие воспоминания. «Эх, да», — сказал он наконец. «Кажется, знаю». «В общем, тут все непросто. Поэтому я и звоню. У меня есть для тебя предложение. У тебя есть время завтра днем? Ближе к вечеру?» «Вряд ли. Может, утром». Уолтер объяснил, что завтра в полдень встречается с Робертом Кеннеди-младшим, а вечером должен вернуться в Вашингтон, чтобы в субботу утром вылететь в Техас. «Мы могли бы поговорить по телефону, но моя помощница очень хочет с тобой познакомиться. Ты будешь работать именно с ней. Не хочется отнимать в нее все удовольствие». «Твоя помощница», — повторил Катц. «Лолита. Юная и потрясающая. На самом деле она живет над нами. Думаю, она тебе очень понравится». От внимания Катца не ускользнули восхищение и энтузиазм, звучащие в голосе Уолтера. И след не то вины, не то восторга в словах «на самом деле». «Лолита», — повторил он. «Что это за имя такое?» «Индийская. Бенгальская. Выросла она в Миссури. На самом деле она красавица». «Ясно. И что она предлагает?» «Спасти планету». «Ясно». Катц подозревал, что Уолтер замыслил помахать перед ним этой «Лолитой» как наживкой. И его раздражало, что его считают так легко поддающимся влиянию. И все же он знал, что Уолтер просто так не назовет женщину красавицей, и потому был заинтригован. «Ладно, я подумаю. Может, получится кое-что отменить завтра днем», — сказал он. «Отлично», — ответил Уолтер. «Что будет, то будет. А чему не суждено, того не будет». По опыту Катца, телок было невредно заставлять ждать. Он позвонил на Уайд-стрит и сообщил Захарии, что встречу с Кейтлин придется отложить. На следующий день, в 15.15, опоздав всего на четверть часа, он вошел в Уолкерс и увидел за угловым столиком Уолтера и индианку. Не успев дойти до них, он понял, что тут ему ничего не светит. В языке тела есть 18 слов для обозначения доступности и подчинения, и Лолита обращала к Уолтеру добрую дюжину из них. Она походила на иллюстрацию выражения «смотреть в рот». Когда Уолтер поднялся из-за стола, чтобы обнять Катца, ее взгляд остался прикованным к Уолтеру, и это было очень странно. Катцу до сих пор не приходилось видеть Уолтера в роли альфа-самца, кружащего женские головы. Он был одет в элегантный темный костюм, набранный вес добавил ширины плечам и объемы грудной клетки. — Ричард, Лолита, — сказал Уолтер. — Приятно познакомиться, — сказала Лолита, вяло пожимая ему руку и не сообщая, что рада чести познакомиться и является его давней поклонницей. Катц рухнул в кресло, чувствуя, что словил удар с неожиданной стороны. Вопреки всему, в чем он пытался себя убедить, он вожделел женщину Уолтера не вопреки их дружбе, а именно из-за нее. Последние два года его угнетали фанатичные восхваления, а теперь он разочарован, не услышав такого восхваления от Лолиты, не отрывающей глаз от Уолтера. Кожа у нее была темная, а фигура радовала глаз сочетанием округлости и изящества. Глаза, лицо и груди были круглыми, шеи и запястья — тонкими. Катц пробежал пальцами по волосам, стряхивая опилки и пыль. Его старый друг и соперник сиял от радости, глядя на него. «Ну что?» — сказал Катц. «Даже не знаю, с чего начать», — ответил Уолтер. «Столько всего». «Отличный костюм, кстати. Хорошо выглядишь». «Правда?» — Уолтер оглядел себя. «Лолита заставила купить». «Твердила, что он ужасно одет», — сказала девушка. «Он уже десять лет не покупал новых костюмов». В ее речи звучал легкий индийский акцент. Слегка вибрирующий голос был абсолютно серьезен. И она говорила об Уолтере как о своей собственности. И если бы ее тело не источало желание угодить, Катц бы решил, что она уже им овладела. «Ты тоже хорошо выглядишь», — сказал Уолтер. «Спасибо за вранье». «Нет, правда. Похож на Кита Ричардса». «Ах, вот это уже честно. Кит Ричардс похож на волка в бабулином чипце. В этой его повязке». «Как вы считаете, Ричард похож на бабулю?» — спросил Уолтер у Лолиты. «Нет», — коротко сказала она. «Так ты теперь в Вашингтоне», — сказал Катц. «Да, странно все вышло. Я работаю на парня по имени Вин Хейвен. Он живет в Хьюстоне. Занимается нефтью и газом. Отец его жены был старым республиканцем, работал у Никсона, Форда и Рейгана. Оставил я особняк в Джорджтауне, но они там почти не жили. Когда Вин основал трест, он устроил на первом этаже офис, а нам с Патти задешево продал второй и третий этаж. Сверху там еще маленькая квартирка для горничной. Там живет Лолита». «В Вашингтоне только двум людям удобнее добираться до работы, чем мне», — сказала Лолита. «Причем Уолтеру удобнее, чем президенту. У нас одна кухня на всех». «Звучит уютненько», — сказал Катц, глядя на Уолтера со значением. Но тот не заметил его взгляда. «А что это за трест?» «Но я же тебе рассказывал в прошлый раз. Я тогда столько всего употреблял, что мне теперь надо все по два раза повторять». «Трест лазурные горы», — вмешалась Лолита. «Принципиально новый подход к охране природы. Это Уолтер придумал». «Ну, вообще-то придумал это Вин». «Но изначально идея исходила от Уолтера», — заверила Ричарда Лолита. Официантка, ничего особенного, Катц ее уже вычеркнул из списка. Приняла заказ на кофе, и Уолтер принялся излагать историю треста «Лазурные горы». «Вин Хэйвен», — сказал он, — «человек весьма необычный. Они с женой, Кики, страстно любят птиц и дружат с Джорджем и Лорой Буш и с Диком и Лин Чейни». Умело теряя деньги на строительстве нефтяных и газовых скважин в Техасе и Оклахоме, Вин сколотил девятизначное состояние. Теперь он постарел, а поскольку детей у них с Кики не было, он решил спустить больше половины своего состояния на сохранение одного единственного вида птиц — голубого лесного пивуна, который, как объяснил Уолтер, был не только прелестным созданием, но и быстрее всего вымирающим видом певчих птиц в Северной Америке. «Это наш символ», — сказала Лолита, вытаскивая из портфеля проспект. Изображенный на обложке пивун показался Ричарду ничем не примечательным. Маленький, синий и глупый. «Птица как птица», — сказал он. «Дело же не в птице», — ответила Лолита. «Это гораздо шире. Послушайте, как это видит Уолтер». Как это видит Уолтер. Кац начал подозревать, что истинной целью этой встречи было желание Уолтера похвалиться поклонением юной девушки. «Голубой лесной пивун», — объяснил Уолтер, «размножается исключительно в лиственных лесах с умеренным климатом и особенно распространен в Аппалачах». Самая здоровая популяция обитает на юго-западе штата Вирджиния, и Винхэйвен, благодаря своим связям в индустрии невозобновляемой энергии, решил совместно с угольными компаниями создать огромный частный заповедник для пивунов и прочих обитателей лиственных лесов, находящихся под угрозой вымирания. У угольных компаний были причины опасаться, что в соответствии с актом об угрожаемых видах пивуна скоро внесут в перечень птиц, близких к угрозе вымирания, что может помешать им свободно вырубать леса и взрывать горы. Винс считал, что их можно убедить помочь пивуну, чтобы тому не дали охранный статус, а компании получили хорошие отзывы в прессе, продолжая при этом добывать уголь. Так Уолтер получил должность исполнительного директора Треста. Работая в природоохранной организации в Миннесоте, он наладил хорошие отношения с горнодобывающими предприятиями, а теперь проявлял редкую готовность вступить в конструктивный диалог с угольными компаниями.